Музыка Все, к чему ты готовил десятки лет, Екклесию, Церковь. Мы благодарим тебя, Господь, что сейчас идет это рождение, эти муки рождения, высвобождающие новую жизнь. Мы любим тебя, и мы поклоняемся тебе, наш Господь и наш Искупитель. Аминь. Аминь. Шалом всем живым, святым и верным в Иисусе Христе. Что за гора? Поднимись и вернись в море. Гора, почему, я думаю, было сказано о горе? Потому что гора это что-то, что сдвинуть невозможно. Ну или это крайне сложно. То есть можно сдвинуть дом, его разрушить, сравнять с землей. Ну холм какой-то. Но когда ты смотришь, допустим, на гору Четтердак и понимаешь, как ее ты сдвинешь? Как? Это там не хватит ни тракторов, ни динамита, никаких ресурсов вообще. Но он сказал, поднимись и вернись в море. Именно так. И будет по ему словам. Я не думаю, что мы призваны двигать физические горы, пусть стоят они красивые. Людям надо куда-то ходить, гулять. Вообще горы Бог создал, чтобы люди на них молились. Вы знаете, когда в горы уходишь, ты от земли отрываешься, ближе к небу, нету суеты, хорошо так молиться. Но гора, да? И вот что мы знаем вообще? Помните, как один ангел взял огромный камень, как скалу, и кинул в море и сказал, вот так будет повержен Вавилон? Это в духовном мире происходит, и там такие тоже двигают горы и пророчествуют. Когда меня спрашивают, а что же мы будем делать в вечности, я уверен, что мы будем продолжать служить Богу. Как-то по-другому, понятно, в другой глубине, в другом измерении, но мы не будем просто на курорте каком-то. Я не верю, что вечность – это какой-то курорт, где ты там отдыхаешь с утра до вечера. Потому что Бог – это бездна, и там познавать, и познавать, и познавать. Более того, есть вера, что и творить что-то мы будем вместе с Ним. Творить что-то. Как бы там ни было, это лучшее, что может быть вообще в жизни человека. Так вот, море – это мир, море – это народы, это люди. Когда мы говорим, гора, поднимись и вернись в море, она в море уйдет, в народы. А в море кто там? Левиафаны, змеи, то есть духи народов в море, морское чудовище. Змеи вот эти вот в воде, которые – это духовные вещи. То есть в народах находятся вот эти левиафаны. И когда скала вбирается в море, таки кого-то придавит она там. Поэтому сегодня мы видим какую-то гору во всех обстоятельствах, происходящих сегодня на нашей земле. Мы видим гору, которую руки опускают, думаешь, ну ты стоишь с лопатой, со своей молитвой. И понимаешь, что это не тот случай, где можно перекопать или там с киркой, знаете, выдолбить усилием, усердием таким. Бывали на таких молитвенных, где измором берут сатану, не властью, а именно напором. И там обычно в такие молитвы в конце выживает один, кто молится, остальные уже у них нет сил никаких молиться, они сдулись. Это такие молитвы, вот ты как с киркой просто долбишь скалу. Но когда ты смотришь на гору, которую сегодня мы видим, и думаешь, что я, ну где вообще, как ее сдвинешь? Бросаем свои инструменты и понимаем, они тут вообще ничего не сделают, никакой погоды. Все, что мы можем наколупать своими молитвами, ну того типа, скажем так. Господи, пусть не будет ничего плохого и будет всем хорошо. Вот такими молитвами, ну камушки пооткалывать. Но эту гору, Господь сказал, можно сдвинуть. И если она, не если, а когда она будет сдвинута, то кого-то в море она придавит. Кому-то в море станет тесно после этого. Может для этого эта гора и нужна на самом деле. И может, если бы эта гора сейчас нам вот так вот не встала, мы бы и ходили с лопатами и кирками по мелочи. И говорит, ты видел, сколько я сегодня наковырял? Вот гора камней. Это моя молитва сделала. Но сегодня перед нами скала, и сколько ее не бей, там нужна вера Божья. Божья, не человеческая вера, потому что человеческая вера тоже вера и тоже работает. Но имейте веру Божью. Кто повелит горе, поднимись в верхность моря. И вот когда гора, это что-то, это вот если сравним с врагом, враг непобедимый для нас, непреодолимый. Но всегда есть такой Божий фактор. Сейчас в коллайдере пытаются поймать божественную частицу. Слышали вот этот коллайдер? Они пытаются выявить вот это вот, их называют по-разному, но говорят, что эта частица, она настолько мала, но мне сказали, это все равно, что сравнить там солнце и дерево по размерам, молекула. То есть один атом и эта частица, она настолько меньше его. Ее не могут и не поймают никогда. Людям не дано это. Но вот это вот Божий фактор, Божья частица, очень маленькая. И Библия говорит, имейте веру с горчичное зерно. Вы видели, какое маленькое зерно горчичное? Меньше макового во много раз. Говорит, и у кого будет вот такая маленькая вера, что не скажет, произойдет. И вот эта Божья частица на самом деле, может быть так, если бы понятно, вышла еще большая гора. Или если бы вышел какой-то великан, для которого эта гора как камень взял ее и кинул в море. Нет, это не Божий путь. Потому что там шансов нет. Выходит крупица. Вот назовем Божья крупица. Маленькое что-то. Давид перед лицом Голиафа. Давид, возможно, был мельче всех в армии Израиля, если сравнить с солдатами. Без экипировки, без оружия военного, без военной подготовки. То есть, он был на фоне остальной армии, возможно, самой маленькой крупицей. И именно вот этот Божий фактор заставил гору подняться и вернуться в море. Что интересно, не поднимите гору, а поднимись сама и в море. Вот где слава. Это, ну, напомню, кто-то знает, кто-то слышал, кто-то услышит. Когда я был очень наивный человек, верующий, ну, служитель. Потому что мне казалось, что все абсолютно, особенно пастыря, жаждут Божьей славы, жаждут Божьей глубины, откровений. И как я ошибался. Пастыра многим вообще неинтересны. А я думал, откровением поделюсь, и люди скажут, класс, давай еще дальше познавать Бога. Была ошибка. И когда я делился этим откровением о том, что, как я увидел, что начальство и власть и сатана по собственной воле встанут на колени перед Иисусом. Не из-за того, что их прикладами по спине будут бить. На колени твари. Это люди так заставляют смиряться. Они встанут на колени перед Иисусом и скажут, ты Господь, когда увидят славу Его. И вот где настоящая победа и слава, когда враги признают тебя, твою власть, собственно, вольно, по собственной воле. Без принуждений, ни под прицелом, ни под дулом. И я когда этим поделился, вы помните, что один пастор прямо на служение встал, начал орать, хватит это говорить. Я не понял, в смысле, что я не то сказал. Ну, просто это информация. Врагу очень тяжело. Вот этот Божий фактор. Ему заставить врага себе там лазить на коленях перед собой, иначе ты его убьешь. Это не слава. Слава это, когда враг сам приходит к тебе, снимает корону, отдает ключи. И ты, Господин, я покоряюсь тебе. Вот это слава называется. И вот это то, что будет и с сатаной, и с его ангелами, не значит, что они спасены будут. Нет, но они, будучи все свое время противостоя Господу, признают его господство, когда увидят его славу. И скажут все небесные, земные и преисподние, что ты Господь. Ты Господь. И вот этот вот Божий фактор, он способен изменить все. Когда мы видим что-то невозможное, есть фактор, вот тут люди могут все просчитать, все запланировать, все организовать, все уже сделано. Нету ни одного слабого места. Некуда подкопаться, невозможно ничего сделать. Но тут появляется Божий фактор, крупица и меняет все. Ну, я хотел прочитать, ну, давайте прочитаем с Даниила вот эту историю. Даниил, глава 2, про Истукана. Которого царь видел во сне. Помните, там он золотой, потом медный, там и железный. И он говорит, вторая глава, то есть, когда уже Давид толкует, 31 стих, тебе, царь, такое видение было. Вот какой-то большой истукан, огромный, представляете, огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял пред тобой, и страшен был вид его. То есть, ну, вот она, гора, огромный, сияющий, страшный, непоколебимый такой, невозможный. И у этого истукана голова была из золота, да-да-да-да-да-да, то есть, все это. Ты видел его, 34 стих, да коли камень, то есть, тут даже не сказано, какая-то скала или какая-то глыба или какой-то ангел. Камень оторвался от горы без содействия рук, ударил истукана в железные и глиняные ноги и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро, золото, сделалось, как прах, прах, пыль. То есть, вот это стоит непоколебимая мощь, непобедимая, непокоримая, и тут прах, пыль. Дунул и развеял ее. Как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось, следа даже не осталось. А камень, разбивший истукана, сделался великой горою и наполнил всю землю. Одна гора ушла, другая пришла. И вот он пишет, 44 стих, «В одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царство, а само будет стоять вечно». Вот он, фактор Бога, Божий фактор. Что-то непоколебимое, что-то невозможное, но камень бьет по ногам, и все меняется. То есть мы, как церковь, мы, как Екклесия, это для нас информация. Мир тут ловить нечего. Мир смотрит на гору и строит большую гору. Народы смотрят друг на друга и смотрят, у кого гора мощнее, выше и больше. Но мы, как Екклесия, мы не должны где-то по этим горам народов шататься и пытаться забраться на гору, которая повыше, и там флаг с рыбкой или с крестом мхать. Нет. Наше царство не от мира сего. Аминь. Поэтому, когда кто-то говорит, Бог за этот народ или за эту страну ложь, его царство не от этого мира. Это царство, все царства на земле станут царством Господа. Это да. Но его царство больше. Именно Екклесия способна высвободить этот элемент, этот фактор, вот эту причину. Маленькая она может быть. Элемент Бога, фактор Бога. Вот посреди вот этих вот, когда истуканы уже вышли, древние духи, левиафаны, горы стоят. Невозможно по-человечески. Именно, больше никто, кроме церкви. Я говорю Екклесия, потому что уже слово церковь, согласитесь, оно немножко потеряло свое значение в нашем языке. Они все подряд называют. Купола, храмы, что ни назови, у нас церковь. Екклесия, пока буду говорить, наверное, периодически, чередуя. Именно Екклесия способна высвободить этот фактор. И никто больше. То есть нам, по сути, нам не нужна никакая политическая, экономическая, государственная власть. Нам нужна власть за Господа держаться. И мы можем быть простаками, как апостолы. Простые люди, не книжные, не образованные, не влиятельные в этом мире. Но высвобождать фактор Бога, который все меняет. Что поставило на колени римскую непобедимую империю? Фактор Бога. Вот эти вот оборванцы, христиане, которых там гнали, сжигали, убивали, на него смотрели, на христианина, и понимали, он ничего не может мне сделать. То есть стоят воины, опытные, мускулистые, вооруженные. И перед ними простой человек в обычной халате каком-то, хитоне. И вот это вот простое поставило на колени империю римскую, и она развалилась. И мы не знаем, что Италия есть, а где там власть-то, ее нет уже. Сапог один остался от Италии, от Римской империи, которая даже в Крыму побывала. В Турции везде эти римские буквы видеть можете. Фактор Бога. Иногда, и вот теперь вот к сути, сейчас вот это пригодится. Иногда, а, наверное, чаще всего, обстоятельства, допущенные самим Богом для того, чтобы в них, в обстоятельствах Екклесия, церковь, смогла войти в свое истинное состояние и высвободить божественное вмешательство. Вот этот факт. То есть его мы не можем высвободить, если мы не в должном состоянии. Если Бог не с нами, мы не сможем никогда закрутить Ему руки и заставить Его что-то сделать. Я могу обманывать людей, но я не обману Бога никогда. Церковь может иметь вид благочестия, и сто процентов людей будут смотреть на какую-то церковь, и это вообще, это самое лучшее. Но Бог видит что-то на самом деле, что мы не видим. Поэтому, чтобы нам доверить вот эту власть, говорить горе, поднимись и вернись в море и оказывать влияние, вы же уже увидели на сегодняшний день, почему церквям Украины, России, да, ну, вот все вот это бывшее советское лагеря, можно так сказать, соцлагеря, да, вот так. Почему не была доверена какая-то серьезная власть церквям? Потому что если бы она у нас была, то при нынешнем конфликте мы бы просто напалмом жгли друг друга. Украинская церковь по России бы там напалмом жила, с Россией бы по Украине там давали жару духовного. И просто бы уничтожали друг друга. Если друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы не быть уничтоженными друг другом. Кто-то написал, что дьявол не может победить церковь, церковь может победить сама себя. И вот сейчас создается обстоятельство, в которых вот это все фальшивое, ложное, выходит, ну, все, маски сброшены. Видно, чем человек наполненный. Многие освящаются сейчас, обрезаются, очищаются, убеляют одежды свои. Многие меняют курс свой, многие сбрасывают груз вот этой религии, которую тащили. И формируется чистая святая екклесия без границ государственных, без национальности, без национального вопроса вообще, без конфессионного вопроса. На днях сообщения, ну, там, в комментариях, никак не могу понять, какой вы конфессии, точно не баптисты. Ну, и не писядники, я к писядникам хожу, не похоже. И я не могу ответить, я говорю, я пишу, мы никакой конфессии, я не знаю, куда отнести, мы ни в каких конфессиях не состоим и не пытаемся даже соответствовать каким-то вероучениям конфессий. Как назвать? У него уже названия все заняты. Поэтому я говорю, людям, мы просто верим в Библию и делаем то, что там написано. Я не знаю, что еще сказать. Вот и все. Называйте, как хотите. И вот сегодня вот эта экклесия в этих обстоятельствах формируется, которой дано будет говорить. В горе поднимись и вернись море. И неважно, на чьей территории эта гора стоит сегодня. Эти люди не поколеблются, говоря это. Эти обстоятельства допущены для того, потому что, чтобы церковь могла высвобождать этот Божий фактор, она должна быть именно тем, кем она призвана быть. И именно эти обстоятельства и содействуют становлению экклесии в явлении славы Божьей. Потому что этот фактор, это и есть слава Божья. И вот теперь я попробую иллюстрацию одну сделать, как я вижу происходящее. Так, что тут пишет что-то у нас? Давайте вот это мир. Круглый, да? Что важно, те, кто верят, что земля плоская, что земля шарообразная, все верят, что она круглая. На этом сойдемся, да? Да, круглая. И вот это мир, вот он мир. И вы знаете, если до последних всех событий, последних лет, скажем так, мы смотрели на мир вокруг себя. Понятно, где-то есть там Зимбабве какое-то, я даже не знаю, кто там, как там людям живется. Никарагуа, знаете Никарагуа. Кофе знаю с Никарагуа, больше ничего не знаю вообще про Никарагуа. Эквадор есть. Бывали в Эквадоре? Ну это южные, да? Южные места. Какие-то еще есть Аргентина, Ямайка. Ну то есть, ну нас, нам-то что это Аргентина? Я там не был, не собираюсь быть и вообще не знаю, как там живется людям. Но есть мир, мир вокруг нас. Вот о каком мире я говорю. Я не могу сказать, в каком состоянии церковь там в Никарагуа или в Аргентине. Не знаю. Но я могу точно сказать, в каком состоянии церковь вокруг меня, в странах меня окружающих. И вот на что это было похоже. Что церковь и мир настолько все было перемешано, что не разбери поймешь. Все верующие. Ну вокруг, не верующего вообще найти сейчас сложно. Идет человек там с сигаретой в зубах и пьяный. Я же в Бога верю. То есть, верующих навалом. Любая церковь скажет, мы истинные, мы настоящие. Пастора спроси. Пастор, ты вообще в Бога веришь? Богу посвящен? Конечно, что за вопросы? Отлучу сейчас за такие вопросы. Ты Бога знаешь, пастырь? Ты же 20-30 лет верующий уже. Верующий 50 лет, а 30 лет пастырь. Конечно, я знаю Бога. И вот все знали Бога. У всех свое вероучение было. У всех своя правда была. И ничего не скажешь. Вот смотришь, допустим, на что-то, на какую-то церковь. Да все нормально, вот так вот глазами глядя. Все хорошо. Все веселые, довольные. А вот тут что-то такое не то что. Все как надо. Да, вот как Цой пел. Говорит, вроде жив и здоров, жить не тужить. Откуда взялась печаль? Вот смотришь, печаль как-то берет. Что такое? Все веселые, красиво одетые, прославление, аппаратура. Все поют ровно. Никто аккордами не мажет. Почему печально как-то от всего этого? То есть все было как бы намешано. Вот тут и есть и церковь там, и где-то же там и вражья все есть. И где-то и религия есть, и изавель есть, и все это есть. И вот это все было непонятно, где, кто, с кем и за кого. Духовно я имею в виду. Но что происходит сейчас? Смотрите, вот рядышком рисую. Вот тот же самый мир. Сегодня Исайя 60-я голова. Давайте я прочитаю и проиллюстрирую. Исайя, глава 60. Все время одно из очень популярнейших мест Писания у христиан. И песен столько. Но как сейчас звучит? Вот просто зацените. Вот вы точно не так его слышали до военных всех этих действий. «Восстань, святись Иерусалима, и пришел свет твой, слава Господня зашла над тобой, ибо вот тьма покроет землю». Тьма покроет землю. То есть это не отменить. И мрак, все, мрак народы покроет. «Так, и что же нам делать? Да не будет этого с тобой, Господи. Отойди от меня, сатана». Ого! Вот эта оплеуха прилетела. Я же хотел как лучше, чтобы мир у мир, солнечный круг, небо вокруг. А это сатана там, оказывается, всплыл. «А над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой». Когда? Когда тьма покроет землю. Когда мрак покроет народы. Не раньше. Не в момент, когда каша-малаша, и непонятно, все мы верующие, все мы Божьи, все мы Иисусовы. И эти ходят, даже политики, свечку держат. Или там в церковь, там с бумажечки местописания прочитать заходят. «И придут народы к свету твоему». Вот оно когда. Когда свет-то нужен. Да когда темно. Когда темень тьмущая. не осталось тут выживших, да, с той поездки в горы на велосипедах. Ксюша была, что-то ее нет. И вот единственная выжившая. Потому что мы заблудились в горах, и выпал снег с велосипедами в апреле. И мы блуждали весь день. Замерзшие у нас ни спичек, ни еды, ни воды, ни связи. Ну, вообще все, умирать, замерзать. И уже темень тьмущая опустилась. И холод такой, одеть нечего. Мы в лосинах вот этих велосипедных. Я уже ни пальцев ни здесь не чувствовал, ни на ногах. На велосипеде ничего не переключается, никакие скорости. Тормозов нет. Все замерзло. И ты в лесу. И вдруг, где-то вдалеке, мы увидели огонек. Дом или что-то там. Вот оно. Вот где ценится свет. И что мы сделали? То мы туда рванули со всех ног. К тем огням. Потому что там спасение. Там. И, естественно, мы вышли в цивилизацию. А до этого, ну, часов 7-8, просто по кругам, по лесу темному. И непонятно, что делать бы. Как греться. Поехали в лес без спичек. Потом зато у каждого было. У нас был порядок. Полурюкзака ты везешь это вот на случай. Ну, ладно. То есть, когда свет ценится. Вот, вот в такие вот времена. Сейчас свет и будет виден. Смотри, свет, который в тебе тьма. И такое бывает. Вроде ты свет написано, а темно, что-то не светишь ты. Как узнать свет, который тьма? Когда ночь опускается. Вот когда ночь опускается, сразу видно, где настоящий свет, а где просто выглядело похоже на свет. Но света нет на самом деле. Это была вывеска. Яркий, яркий свет. Но пришла тьма и... А где тут, где тут яркий, яркий самый? Где он? Где-то потерялся во тьме. Слепой ведет слепых. И, ну, и там вот она вся глава. И, ну, ладно, я уже не буду вдаваться. Вы поняли, да, суть? Что я вижу происходит сейчас? Тьма сгущается. Тьмы много. Контрастная такая тьма. Настоящая, неприкрытая. И вот и свет. То есть, то, что вот здесь было как бы рассеяно и божье, и не божье. Вавилон. Мишанина вот такая была. Свет начинает собираться в одно. В одно. То есть, я вижу сейчас, что вот происходит. Есть какое-то вот... Вот это все, что рассеяно, собралось в одно, а вокруг тьма. Я не могу так, конечно, зарисовать. То есть, вот это все тьма, тьма, тьма. А почему свет собирается в одно? Потому что он не может слиться со тьмой. Тьма не может прилипнуть. И вот есть люди, к которым тьма не прилипает. Им все говорит, тебе надо ненавидеть, проклинать. А он не может, потому что он свет. Свет не может исполнять функции тьмы. Зато тьма, которая была под видом света, сейчас все видно, все слышно. Что люди говорят, что люди думают, что они желают другим. Даже пастора и служители, тьма вышла. То есть, лицо открыто. Больше нет иллюзий, нету какое-то замешательство. Это Божье или это не Божье? Все открыто сейчас говорится. И Божье также видно. И свет во тьме светит. Да, света не так много. Но сегодня мы можем видеть свет в других людях. Видеть Бога. И я верю, что Божье, рожденное от Бога, оно никогда не сольется вот с этой тьмой вокруг. Вот где явится слава. Вот к которому свету люди будут тянуться. Вот где будет высвобождаться вот этот Божий фактор, элемент. Не будь этой тьмы, не будь этих событий темных, страшных. Вот так бы все было. Кисель, каша-малаша. Да и что особо пыхтеть, напрягаться, когда, ну, все нормально, все спокойно. Мы вот говорили на шаббате, душа скорбит, душа хочет скорее, чтобы все закончилось. Чтобы опять как-то спокойнее стало. Чтобы ты не заходил в новости и не ждал, что там какая-то опять зараза будет рассказана. Что-то опять какая-то где-то кого-то, где-то что-то. Хочется заходить в новости, знаете, я на днях читал, ну, может быть, это нужно иногда. Вот это, знаете, чернуха-чернуха-чернуха-чернуха, ну, так, новости. Там убили, там замочили, там разбомбили, там это-то-то. И вдруг такая новость. Подождите, сейчас. Сергей Соседов, я запомнил. Сергей Соседов раскритиковал наряд Ларисы Долиной. Да вот это новость. То есть где-то война, где-то опасность, ядерные угрозы, а тут Сергей Соседов раскритиковал. Это еще Сергея Соседова вам лицо увидеть надо, чтобы понять. Это же хомосексуалист такой. И думаю, блин, кому это интересно вообще? Ну, душа как будто бы хочет этих новостей больше, чем вот где-то убили, разбомбили. Но при этом духом я лично понимаю, что это время необходимо. Иначе бы мы просто были бы в серой массе. Вот так вот. Все хорошо, все замечательно. Мы верующие же. Мы верующие? Верующие. Мы спасенные? Конечно. Скажи соседу, я спасен. Я спасен. Все, значит, ты спасен. А то, что 98% населения наших стран идет в ад, и мы с этим ничего сделать не можем. Ну, я-то спасен. Ты уверен? Зачем ты так спросил? Я уже сомневаться начну. Что значит, я уверен? Мне сказали, что я спасен. Нет, ты уверен, что если ты сейчас умрешь, ты пойдешь на небеса. Значит, ты не должен бояться умереть прямо сейчас. Что-то я уже не уверен, что я спасен. Я хочу в Казахстан вообще-то уже. Вдруг я почувствовал побуждение. И вот сейчас это все, все вот наружу. Слава Богу. Очень хочется, как написано, что ради избранных сократятся те дни. Но главное, чтобы было достигнуть. Иначе мы просто проживем серую, ну, такую, знаете, по-английски есть такое выражение, so-so. Ну, такое как бы. Ни рыба, ни мясо. Такое, нормально так, нормально. Серо. Ну, не черно же, ну и не бело. Серо. Вроде как и плохого ничего, да и хорошего тоже немного. Вот так вот. Будем праздновать дни рождения церкви, помпезно там. Знаете, как церкви любят свои дни рождения праздновать? Ух! Вот этому конец приходит, слава Богу. Вот этому всему поп церковному, ну, не от слова поп, как священник, а попса. Церковной попсе приходит конец, потому что она уже не нужна становится. В нынешних реалиях попса никому не нужна. Люди ходят в кино и на концерты развлечься, но когда вокруг война, не до концертов и не до кино, не хочется смотреть кино почему-то. И вот сейчас вот эта церковная попса, развлекуха уже становится ненужной, банкротится, редеет, нищает и разваливается, слава Богу. и выходит на первый план свет. Я вижу свет, он нам откроет путь на небо, я давно на небе не был, мама, свет, свободный свет. Вот что видят люди. Давно на небе не был верующий человек. И они смотрят на некоторых, думают, тебе что, не страшно? Ну страшно, да, даже у апостолов написано, были страхи. Помните? Внутри страхи, снаружи страхи. Но при всем этом есть еще что-то большее. Аминь. Слава тебе, Господь, за то, что ты избрал немощное и ничего не значащее для того, чтобы никакая плодь не могла хвалиться перед тобой. Спасибо, что сегодня происходит то, что происходит, даже если нам это крайне неприятно. Но ты не допускаешь вещей, которые не нужны. И раз это допущено, бедствие, значит, в этом бедстве явится и слава твоя. Мы, имея эту надежду, действуем с дерзновением, зная, что, поместив нас в это время, в это поколение, в эти обстоятельства, у тебя есть замысел, который ведет к славе твоей. И мы верим, что благодаря всем этим мрачным, темным событиям, происходящим сегодня, народы увидят спасение. Народы обратятся к тебе. Наши народы обратятся к тебе. Наши народы разочаруются в идолах духовных и выдолах материальных и будут обращаться к тебе. Мы верим в великую жатву после этой скорби, после этих бедствий. Мы верим, Господь, что жатва душ будет собрана из наших стран и народов. Во славу тебе, Господь. И также то, что Екклесия сегодня потрясена до основания, ибо время начался суду с Дома Божьего. И этот суд сегодня обнажил все, все мотивы, желания, насколько человек близко или далеко от тебя, пусть он даже сто лет пастором является. Сегодня все становится видным и очевидным. И мы благодарим тебя, ибо праведны суды твои, Господь. Аллилуйя. Хвала тебе во веки. Мы благословляем твое святое имя. И твоим именем мы благословляем наши страны, наши земли, наши народы. И мы призываем твою жизнь прийти туда, где сегодня смерть. Твое воскресение, жизнь и силу воскресения на особенно израненные территории наших стран, в народы. Твой дух умиления и покаяния. Да обратятся к тебе народы, да познают они, что им нужно смириться и покаяться в грехах своих, а не искать виноватого. И принять исцеление для своей земли. Мы сегодня благословляем этот свет, эту эклесию в народах. Тех, которые не смешались с тьмой. Те, которые другого состава, другой породы, и ты соединяешь сегодня нас вместе. Мы не знали друг друга, но мы сегодня в духе все ближе и ближе и ближе друг к другу. Слава тебе, Господь! Аминь. Знаете, напомнил опять Господь, я верю, вот этот момент с обогащенным ураном. Вы помните, что эклесия, как обогащенный уран, то есть уран в природной среде, он не опасен, то есть его можно достать, он не имеет такой силы, энергии. Из-за чего? Из-за того, что в его молекулах, это не просто там переплавить, в молекулах находятся элементы, глушащие его силу. То есть элементы, которые дефорсируют, как это называть, ну то есть не дают силе этой высвободиться. И когда этот уран помещается в центрифугу, и за счет центробежной силы эти примеси, представляете, на молекулярном уровне отсеиваются и отделяют их. То есть это нельзя отделить никак по-другому, только вот за счет этой огромной скорости вращения в этих центрифугах. И уран становится активным, обогащенным, то есть он становится опасным, и он может дать такую энергию, вы видели, что такое энергия? Там бомбы же вот эти ядерные, они же не огромные, но они сносят горы. Вот это Божий элемент. Его не надо много. То есть чуть-чуть его, как когда вот этот взрыв на видео, если посмотреть, что такое ядерный взрыв, то дом перед ним, вот как коробок перед внедорожником, просто он его не замечает, эти бетонные дома. Фу, как пепел. Вот этот божественный элемент. И вот сегодня эта центрифуга, вот пока она не крутилась, вот это было. Мы вроде экклесия вроде церковь, а силы нету почти, соль, не имеющая силы. А сегодня эта центрифуга просто отсеивает. И вот это обогащенное соединяется, и появляется вот этот вот уран, вот эта сила, ядерная энергия. Потому что физическое, это отображение духовного, если в физическом мире есть ядерная, вот эта вся тема, в духовном она есть прежде всего. И где сила? У нас есть ответ, сила у Бога. Где сила? Сила у Бога. Где эта ядерная энергия? Это Божья, духовная энергия, Духа Святого, Его силы. От него исходила сила и исцеляла всех, это радиация. То есть, если бы мы сегодня сюда поместили, вот у меня есть объектив фотоаппарата 70-х годов, когда использовали еще радиоактивное напыление на линзы. Сейчас уже это запрещено. И от него идет фон, если мерить вот этим. И я сказал, это не опасно вообще его иметь? Нет, если не будешь носить близко к сердцу, ничего страшного, но в поездке не бери, в аэропорту будут проблемы. Он может создать сирену, не пройти. То если мы сюда бы поместили вот такой комок обогащенного урана, мы бы, вы там, неважно, там, тут сидите, эти работники библиотеки, все бы получили дозу. От него исходила сила и исцеляла всех. Он как обогащенный, чистый уран, в котором этот ядерный синтез шел из остановки. Это потом было у Петра. Потому что если я свечусь как Моисей, а Моисей же светился от чего? Потому что он пропитался, он фанил. То если я подхожу к кому-то и на него это переходит, поэтому тень Петра исцеляла, край одежды Иисуса исцелял, руки возлагали и исцеляли людей. А если, еще расскажу, Исайя 60-е, не будет тьма покрывать народы, вы видите, ну невозможно по какой-то причине мы не хотим этой силой. Мы живем как, знаете, сегодня говорят, ой, столько людей гибнет, ой, столько народ умрет, сейчас страдает. А раньше, подождите, до войны никто не гиб, не страдал, мы просто делали вид, что не видим этого. Ну где-то в больницах там в онкологии там рут, дохнут, мучаются. Ну мы же не ходим туда. Аборты там тысячами туда, тысячами. Давайте не будем о плохом, сегодня у нас день рождения церкви, шо в грехе. Отметим, давайте, стихи, танцы, подарки. Мы делали вид, что церковь делала вид, что гибло не меньше людей, чем сейчас, и умирало от грехов, от болезней, от насилия, а насилия сколько... Аллилуйя. Господь все видит. Вот поэтому тьма и пришла. Почему эта тьма пришла? У нее действительно есть причины, есть за что и Украину, и Россию наказывать, скажем так, за то, что творилось. Но при всем этом цель не в это, цель в том, чтобы свет поднялся и спасение пришло. Тогда же, если бы никто не гиб, я хочу сказать, 98% сегодня население России и Украины ушли бы в ад. Они не спасенные хоть всей верующей поголовно. Даже это одно стоит того, чтобы пройти все эти потрясения. Ладно, это я уже чуть-чуть осмелел такое говорить. Хорошо. Всем вам желаю все преодолевший устоять. А для этого что? Облекайтесь во всеоружие Божье. И укрепляйтесь Господом могуществом его силы. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok